Медико-биологическая кафедра Из нее потом появилось очень много специальностей, иммунология, биохимия, а это все была одна физиология. И вот, по сути дела, Бартан Иванович тогда был одним из виднейших физиологов. Он был одним из организаторов первого съезда физиологов, если не основным организатором и председателем первого съезда физиологов, которые организовали, и он проходил в Петербурге на базе нашего университета. И то, что появился его замечательный портрет, мы очень рады. Ну, отдельно нужно сказать, что мы благодарны диаспоре. Бартан Иванович был этническим армянином. И, естественно, Армения и армянские диаспоры всегда гордятся своими, так сказать, соотечественниками. И мы понимаем, что армяне и армянские, так сказать, диаспоры чтят своих соотечественников. Хотя мы строгие интернационалисты. И мы считаем, что у нас в любой национальности человек может занять любые должности в нашем университете, быть избранным хоть ректором, проректором, заведующим кафедром, директором института. Это не важно. Лишь бы ты был ярким, лишь бы ты был патриотом, лишь бы ты был научно-продуктивным. И, ну, как бы, чтобы тебя видно было на небосклоне России и мира. Уважаемые коллеги, просто я хотела бы несколько слов сказать. Обычно мы рассказываем о профессоре Варданове в рамках нашего лективного курса. Он с этого начинается, с истории университета, с истории кафедры, с истории, скажем так, женского направления, физиологии, как в науке. Потому что это уникальный случай, когда человек создал систему преподавания, систему образования физиологического, которой вся страна, и не только наша, пользуется по сей пору. И вы высказались, и уважаемый ректор, и вы настолько всеобъемлющие, что мне остается там просто поблагодарить нашего архитектора, Максима Варисовича Атаянца, который сегодня в Луганске читает лекции по архитектуре, он не смог присутствовать. И Левона Абрамова, нашего мастера. Я всегда говорю, что у армян две родины. Одна богом данная, другая боги обретенная. Богом данная Армения, боги обретенная Россия. Ну, кто может сказать, что круче, скажем так. Поэтому мы тоже жесткие интернационалисты до идеи имперскости. Поэтому, вопреки всему, что происходит сегодня, я свято верю, что мы будем судьбой всегда вместе. Спасибо. А студентам хочу пожелать, действительно, дерзать, верить в научные. И вообще, вот 30 лет какого-то потребительского рая, видимо, заканчиваются, и начинается все-таки эпоха совершенно, мне кажется, другая в мире. И поэтому дерзайте, желайте стать великими учеными, не как вот последние 30 лет. Куда бы я ни ходил, все хотят стать бизнесменами, юристами. Никто не хочет заниматься наукой, никому ничего не интересно. Вот все фундаментальные вещи возвращаются. Для меня, вот, Вартан Иванович и многие другие представители нашего физиологического сообщества, это люди, которые продемонстрировали высочайший интеллект и нравственность. И вот это сочетание интеллекта и нравственности, это главное, что может быть для нас ориентируем, когда мы изучаем и смотрим на их судьбу. Поэтому я бы хотел, чтобы вот эти два понятия остались, ну вот, в нашей жизни, вы их поддержали и смело бы шли вперед. Дорогие ребята, вы, вот, второй курс, да? Да. Второй курс в основном. И у вас начнутся сейчас практики, санитарская практика, потом сестринская практика, да? И совмещайте ее с волонтерством. И у меня к вам просьба, почаще появляйтесь в нашем госпитале. Вот там у нас сейчас лежит 200 раненых, 200 раненых, которые, большинство из них имеют серьезные увечья и травмы, которым предстоит еще долгая реабилитация. Приходите к ним, общайтесь с ним, спросите, что помочь. На самом деле я попросил, чтобы все наши практики переориентировались на госпиталь, начиная с ухода за больным, да? И все дальнейшие. Потому что это те люди, которые, в общем, за нас с вами сейчас выполняют ту работу, которую, если они не выполнят, то всем придется идти. Мы очень любим все землячества. Но мы также любим Россию как единую, в котором у всех равные условия, и все понимают, что главный критерий – это общечеловеческие ценности, это заповеди, которые во всех четырех религиях практически одинаковые, в которой не может быть религиозного превосходства или, наоборот, религиозного пренебрежения. Поэтому вот Вартан Иванович – это яркий пример того, как интернациализм в жизни, в действии, что у нас представитель армянского народа легко может стать звездой первой величины. Вот давайте над этим всегда трудиться.